и сегодня мы с вами рассмотрим очень большую тему которая называется роль лидера в процессе автоматизации вот сейчас я вам включу свое видео чтобы меня видели вот и мы с вами начали смотрите что мы сегодня с вами посмотрим по нашей программе во первых у лидера у него мы рассмотрим его функции лидера как вдохновить команду данные изменения то есть он должен прямо быть такой душой прямо от этого всего процесса там да вот рассмотрим ключевые компетенции лидера вот когда он это как когда он эту автоматизацию делает там да вот стратегии управления командой тоже рассмотрим теперь смотрите перед тем как мы начнем перед тем как мы начнем мы с вами мы с вами посмотрим а кто такой лидер вообще что он из себя должен представлять да вот как человек как герой я чуть покашляю чуть чуть простужим немножко а вот и смотрите мы сегодня так как тема большая я буду не может быть чуть чуть быстро говорить вот но у нас в любом случае сохранится запись и я в каком я в каких-то местах которые прямо надо чтобы она в голову ком села я буду прямо говорить вот это за скриньте я вам прямо буду включать экран чтобы его прямо скринили теперь смотрите вот я тут подготовил заранее нарисовал чтобы время не терять потому что еще раз говорю тема большая вот и чтобы мы четко все успели так вот так да вот так вот будет хорошо видно вот и здесь мы с вами посмотрим здесь мы с вами посмотрим кто здесь мы с вами посмотрим кто такой кто такой у нас кто такой у нас лидер с точки зрения с точки зрения процесса. Посмотрите, кто должен быть этот человек? Это должен быть человек, который страх познал. Заметьте, страх познал. Боль, которая внутри у человека, боль, он ее усмирил. Я сейчас объясню дальше, что за боль. Кто посещал предыдущие вебинары, те знают, что это такое. Дальше, если у нас есть гнев, то получается он от этого гнева должен отречься, потому что гнев такое непродуктивное чувство. Это человек, который должен в себе сочетать три больших качества. Посмотрите, я их выделил в красную рамочку специально. Теперь посмотрите, лидер сам по себе, он у нас человек, который 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 как сказать, ну это обычный человек. Обычный человек. И поэтому ему присущи все вот эти пять стадий работы со стрессом, ну с любой ситуацией. Какие это стадии? Это отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Мы с вами это знаем, что вначале всегда отрицание, когда первое, потом гнев, мы начинаем злиться, потом начинаем выторговать себе более выгодные условия узнавать. И в дальнейшем мы с вами, когда что-то не получается, депрессия и дальше у нас принятие. И вот смотрите, у лидера что должно быть. Лидер какой человек? Вот у нас, видите, вот если взять график вот эту вертикальную, что это время, и вот она отметка 0. То есть, время, в которое человек находится в стадиях вот этих вот первых четырех стадиях, отрицание, гнев, торг, депрессия, это у нас, по сути, работает по... Оно должно работать так, оно должно стремиться туда, вниз. Оно стремиться должно к нулю, вот это нахождение вот в этих стадиях. А по-хорошему, оно должно как-то даже иметь отрицательное значение. То есть, у человека, у настоящего лидера, у него такое, у него сразу, если он это понял, если он понял, о чем речь, у него сразу раз, и началось, и принятие возникло. А вот как раз принятие, оно, видите, оно переходит через точку 0 и находится, и стремится вверх, вот туда. Да, то есть, у него максимальное время нахождения, он должен находиться максимально в стадии принятия. Так, и вот, собственно говоря, теперь следующее, чтобы вам наподумать, такой вопрос, когда вот мы сейчас... Вопрос о себе, как бы его... Вопрос как-то в голову я вам положу, скажем так, да? И подумайте, вот вы, как лидер, как... Ну, кто-то из вас выступал лидером, кто-то выступает сейчас, вот, вот вы как... Насколько вы эффективно поддерживаете команду свою и направляете ее, когда у вас что-то новое происходит, да? Ну, и в соответствии с нашей темой новая часть автоматизации. Вот это... Вот прямо подумайте, вот как вы это делаете, да? А теперь давайте проверим, как это должно работать там, да? Самое главное, что мы должны с вами понимать, лидер, он является самым главным драйвером изменений, да? Потому что лидер, он, во-первых, ну, он же лидер, да? Он же ведет, как бы он направляет деятельность там, да? И он вот эти изменения все, он их инициирует, да? То есть, он осознает вот эти... О том, что изменения необходимы, проходя через вот эти вот, да? Вот эти вот четыре стадии быстро и уходя вверх при стадии принятия. И формирует вот в этот момент, находясь вот здесь, он формирует, он формирует как раз видение и цели, да? То есть, он... У него должно быть очень четкое понимание, чего он хочет, вот. И он должен четко понимать, куда он приведет свою команду. Вот. Поэтому здесь, поэтому здесь, ну, как говорится, двух действий не дано. Двойное толкование исключено. Теперь у нас еще какая штука. Лидер, он создает культуру изменений, понимаете? То есть, когда лидер, вот лидер, который именно ведет проект, да? Ну, ведет проект или там руководит вот всем процессом, вот. Он должен помочь людям, всем остальным, кто вокруг, он их должен замотивировать, он должен им объяснить, что эти изменения, которые он хочет, они значимы и они полезны будут. Вот. И если лидер, вот он сам по себе понимает вот необходимость, да? Если он сам знает, о чем говорит, вот, то ему, соответственно, будет легко и своей команде объяснить, объяснить, что от них требуется. Да? Да? И самое главное, самое главное здесь, лидер должен быть привержен, привержен изменениям, да? То есть, вот именно вы, как лидер команды, внедрельцев, да? Лидер внедрения на стороне, на вашей стороне, вы должны быть привержены вот этим изменениям. То есть, вы должны понимать, что изменения, они несут не только, это не только будет какая-то праздная прогулочка, там, да, Решила так сделать, опа, получилось, опа, получилось. Да нет, там будет примерно каждый второй шаг, в лучшем случае, а скорее всего два шага из трех, они будут сопряжены с трудностями. Эти трудности надо преодолевать. А как их преодолеешь? Только имея приверженность к этим изменениям. Дальше, что еще важно в лидере. Лидер должен уметь и должен управлять сопротивлением к изменениям. Это у нас была тема прошлого семинара, вебинара, мы об этом говорили. Кому интересно, кто был, тот помнит. Кому интересно, запись вы найдете на нашем портале. И получается, я глубоко не буду останавливаться на этом, но тем не менее, что лидер должен уметь? Он должен уметь определить, что возникло какое-то сопротивление. То есть, он должен понять, что сопротивление есть. И он должен это сопротивление уметь преодолеть. Дальше, в процессе этого, когда он идентифицирует и преодолевает сопротивление, это, скорее всего, не скорее всего, а стопудово сопротивление сотрудников. И понятное дело, что он кого-то должен подавлять в этот момент, чтобы сопротивление преодолеть этого сотрудника. Он должен помочь этому сотруднику, помочь преодолеть вот этот моральный переход. По сути, чуть-чуть нянечкой поработать, чуть-чуть психоаналитикой. Дальше у нас должна у лидера такая функция, что он на себя, на него стекается вся информация. Он собирает всю информацию и он эту информацию распределяет. То есть, по сути, он является центром коммуникации. И важно здесь, я, кстати, очень прямо упираю на это всегда, важно иметь прозрачность и честность. То есть, все... Потому что, смотрите, кто пытается хитрить, что-то там обманывать кого-то, еще чего-то, люди, они имеют прекрасное видение и понимание, что им кто-то пытается врать и вводить их за нос. Поэтому не надо. Вот это прозрачность и честность. Вы, когда прозрачны и честны, у вас все четко получается. И даже если у вас получилось сбить кого-то с толку, всех сбить с толку, например, то рано или поздно вот этот момент, где вы там наврали или проявили непрозрачность или нечестность какая-то была, оно всплывет. Вот, поверьте мне, оно всплывет. И будет неприятно, ну, капец просто. Вы, как лидер, конечно, сможете там это замять, но это будет такой, знаете, осадочек такой останется. Вот. Ну, и обратную связь, понятно, тоже никто не отменял. Обратная связь, кстати, должна быть не агрессивной у лидера. То есть, он должен понимать, что у людей разное видение, разный бэкграунд, и люди к нему приходят с разными пониманиями процесса. Так, теперь дальше у лидера, у него важная функция. Какая важная функция у лидера? Принятие решений. То есть, он принимает решение, и более того, если он принял решение что-то делать, он должен контролировать, как это решение работает, как ситуация меняется. То есть, он должен понимать, какая есть необходимость, чтобы эти изменения возникли. То есть, что нужно изменить при исполнении какого-то решения. Потому что это тоже важно. Это именно тут важно, чтобы у лидера было четко все с оценкой ситуации, которую он понимает. А как оценка ситуации? Опять же, информированность. То есть, то, что я говорил в предыдущей, собирать информацию и корректно ее обрабатывать. Дальше, что очень важно, и на что люди смотрят, поверьте мне, это личный пример. Личный пример. То есть, если вы что-то автоматизируете, какую-то автоматизацию внедряете в вашего участка, на котором вы лидируете, то вы первый должны применять это в работе, в своей. И более того, вовлекать сотрудников в процесс. Как это делается, я, например, на своем примере могу рассказать. То есть, когда запускали мы систему, ну, давно это было уже, но мы запускали систему электронного согласования договора с поставщиками и с покупателями. И ко мне приходили, до того, как мы ее внедрили, ко мне приходили с листом согласования с договором, и я этот договор в присутствии человека прочитывал, пролистывал, или потом отправлял человеку, если большой, документом. Я потом его изучал и ставил визу свою на бумаге. Потом возникла ситуация, что мы запустили электронный документ и оборот. Мы запустили вот это согласование электронное. Но у них привычка-то осталась. Они ко мне все бежали с этими бумажками. И чтобы людей вовлечь вот в процесс работы с электронным документом и оборотом, что я делал? Они ко мне приходили с бумажкой даже. То есть, я их не отправлял. Все было нормально. Но я им говорил, подожди, я тебе поставлю здесь визу, я завизирую, если я увижу вот этот документ в системе. И я прямо на глазах человека в системе сам лично, то есть, никто мне, ни секретарь, никто не помогал. То есть, я сам в системе искал этот, разыскивал этот документ. Если я его разыскал, я говорил, все, окей, оставляю. Я сейчас тебе там, я проверю, завизирую. Вот, если в системе я его не находил, я человеку возвращал, говорил, на, товарищ, вот, занеси, пожалуйста, в систему и приходи, когда занесешь. Да, там вначале были скандалы и крики, потому что, например, продажники приходят там, покупатель там стоит, копытом бьет. Ну, ребят, ну, давайте мы все-таки делаем там. Да, мы клиенты ориентированы, но у нас же есть цель. Вы же сами хотели, чтобы было все быстрее. Вот, давайте делать быстрее. Вот, теперь дальше. Какие у нас есть требования к ключевым компетенциям лидера, когда вот идет изменение? Потому что, когда идут изменения, там немножко меняется парадигма управления и взгляд на компетенции. Так вот, какие это компетенции? Во-первых, лидер должен иметь глобальное видение и вот у него мышление должно быть стратегическое. Ну, в принципе, это и в любой нормальной мирной ситуации, там, да, глобальное видение и стратегическое мышление никто не отменял, и оно нужно, потому что, ну, собственно говоря, в этом функция лидера. Вот, и если лидер четко понимает, он четко видит цель, и у него есть четкая стратегия, он ее может внятно донести. Да, то есть, ну, понимаете, да? То есть, если я что-то понимаю, вот, я понимаю вот тему, например, сегодняшнего нашего вебинара, я вам четко каждую мысль раскладываю по полочкам, там, да? И то же самое, лидер, который знает, куда мы идем, он четко должен по полочкам разложить, вот, что мы будем делать для того, чтобы достичь определенных целей. Теперь дальше у нас достижение каких-то целей невозможно без планирования, там, да? И важно, когда какие-то прямо стратегические цели, какие-то глобальные, это всегда долгосрочное планирование, это всегда долгий срок, потому что вот эти все изменения, которые мы вносим, они, какая-то часть из этих изменений при автоматизации, очевидно, прямо в момент, когда мы что-то автоматизировали, да, что-то начало быстрее работать, вот, но последствия этих изменений, они проявятся, ну, далеко, да, и они могут быть там, вот эти изменения текущие, они могут и должны служить предтечей каких-то следующих, поэтому вот это глобальное долгое планирование, оно должно быть у вас обязательно. теперь такая фишка, вот, которая вытекает вот отсюда, вот, вот с этим вот подходом, что лидер, это, это в команде, это самый адаптивный и гибкий человек, он самый адаптивный и гибкий, потому что он, он вот тут не сидит в этих состояниях, он сразу в принятии, он сразу, у него сразу полетел процесс, он сразу думает, он сразу, потому что вот эти ситуации возникают при автоматизации, там, когда, ну, есть необходимость что-то автоматизировать, там, да, вот, он должен быстро понять, что он будет делать, там, да, и сразу, сразу принять это, это принять, что, как данность и начать действовать, вот. И вот это, вот эта скорость и быстрота, вот она вот здесь вот, вот она, а самое главное, а корень ее вот здесь вот, то, что я показываю, видите, я не убираю вот эту штуку, она на протяжении всего нашего вебинара будет у меня сзади маячить, и мы будем на нее ссылаться и смотреть. Теперь дальше. У нас, что важно в лидере, это не должен быть какой-то железяка, человек-железяка, там, робокоп, там, да, это у него должен быть такой нормальный эмоциональный интеллект, да, то есть, ну, что такое эмоциональный интеллект, все знают, что такое, да, это когда человек в состоянии понять намерение и мотивацию вот своих людей, там, да, в своей команде, да, вот, и более того, он должен уметь управлять своими эмоциями, там, да, когда он работает с людьми. И вот эта штука, вот эта штука, она важна в работе, и ну, вот, это один прямо из ключевых навыков, вот, эмоциональный интеллект. На самом деле, все, что я здесь говорю, вот, про эти навыки, это я только ключевые беру, вот эти всякие мелкие, я их не беру. И, кстати, вот эти навыки, о которых мы сейчас рассуждаем, это, по сути, такие как-то модное слово soft skills, там, да, сейчас мы с вами проговарим. Вот эти soft skills, мы сейчас, это важная история в работе. Теперь дальше у нас то, что такая тоже важная часть составляющая, там, да, лидер, он, настоящий лидер, он очень хорошо умеет коммуницировать, да, то есть он обязан хорошо коммуницировать, и люди, которые с ним общаются, они не должны натыкаться на стену какого-то там безразличия или какого-то непонимания, или, например, к нему пытаются пробиться, там, две недели, например, да, а он все, там, не может время найти, да. Ну, во-первых, там, есть вот эти, для того, чтобы коммуницировать, у вас там план коммуникации должен быть, да, вот, и в этом плане, вот, все должны быть, то есть если у вас команда есть, вот, каждому члену команды у вас должно быть, ну, кроме общих собраний, там, какие-то есть еще индивидуальные, индивидуальная работа, и это все в плане коммуникации должно быть, то есть каждый человек должен иметь возможность с вами в плановом порядке пообщаться, и уж тем более внепланово как-то к вам должен обратиться, потому что проект, штука такая, сейчас все нормально, а через пять минут что-то случилось, что-то упало, сервер упал, электричество выключили, что-то еще произошло, или там, не знаю, оборудование какое-то сломалось, там, сгорело что-то, не дай бог, там, да, вот это все, вот, это проект, это проект, там, это все надо уметь, там, да, вот, и самое главное, что еще в этом, в коммуникации, в навыке коммуникации, так называемое активное слушание, то есть, когда не просто к вам пришли кто-то, а вы такие сидите, так, ну, говори, говори, типа, вот, это люди видят, во-первых, что вы так относитесь, там, да, а во-вторых, вы половину не воспринимаете информации, которая приходит, потому что часть информации, даже, даже как показывают исследования, там, всяких умников, у нас большая часть информации идет не только через, не только через наш вокабуляр, там, да, вот это вербальное вот это общение, там, да, а это как раз таки вот невербальный уровень, то есть, когда вот вы смотрите, как человек, как человек двигается, считываете его движение, вы смотрите в глаза, как это, да, вы смотрите, то есть, вот это, вот это, вот вы считываете полностью ситуацию, только в этом случае, когда вы вот активно слушаете, там, да, вот вы на него, вы прямо в процессе, вы тогда понимаете полностью все, что вам пытаются сказать. А если вы будете полуха слушать и что-то в это время переписываться в мессенджере или электронное письмо писать, все, ничего не получится. Лучше эту встречу перенесите, с кем вы встречаетесь. Дальше у вас еще, ну то, что я говорил, да, лидер, он должен прямо уметь, прямо блестяще, блестяще надо управлять сопротивлением, да, и блестяще нужно уметь обеспечить вовлеченность команды в процесс, да, то есть, что для этого делается там, да, ну, во-первых, то, что мы говорили на прошлом вебинаре, мы работаем с сопротивлением, да, то есть, есть методы, посмотрите запись, вот, и мы создаем доверительную атмосферу в процессе работы, да, то есть, это тоже, это тоже неким образом формирует у наших сотрудников, которые с нами работают, которые в нашей команде, у членов команды, снимается напряженность, потому что проект, штука, я еще раз говорю, проект, это такая штука опасная, напряженная, там, да, все приходят, все находятся в таком полустрессовом состоянии или кто-то в стрессовом состоянии, там, мало людей, кто имеет какое-то комфортное самочувствие, там, да, ну, я, например, постоянно проекты делаю, у меня проект не вызывает какого-то стресса, для меня это некая привычная ситуация, там, да, хотя это, ну, это стресс, но, как бы, для меня это стало привычно, и это как бы моя работа, поэтому для меня это нормально. А основная часть людей, 99,9% людей, для них это все-таки стресс, и надо вот этим, когда есть доверие, когда люди имеют возможность высказаться, эта вся история работает только в плюс проекту. Теперь еще важная штука – мотивация. Лидер, он должен прямо хорошо уметь мотивировать команду. То есть, причем мотивация, она, возможно, не только, как я говорил раньше, не только материальная какая-то там, да, хотя кому-то лучше деньгами, как говорится, а кому-то можно просто какой-то, не знаю, там на общей встрече его просто громко поздравить публично, там, с успехом, сказать, обозначить, что его вот эта работа, которую он сделал, вот она вот так продвинула проект, вот. Ну, хотя тоже и, ну, понятное дело, то, что какая-то мотивация должна быть такая и материальная, там, да, это никто не отменял. Но я имею в виду, что это такая штука, важно человеку сразу, как бы, мотивировать его таким вербально, да, то есть, вот, когда мы говорим, что, когда мы его прямо вслух, при всех поздравляем, да, это, 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 это очень, это очень приятно всегда, ну, вспомните себя. Вот. И понятное дело, что потом, потом вы его там, например, материально стимулируете. Об этом не обязательно всем знать. Ну, как бы приказ по организации прошел, его-то увидит все там, да, слух пойдет. Вот. Теперь дальше. Проект. Проект всегда, любая автоматизация, это всегда такое предкризисное такое состояние, потому что мы всегда идем на острие, у нас всегда есть риск того, что что-то пойдет не так. Вот. Поэтому навыки вот этого кризисного менеджмента, да, вот, они должны быть. Навыки способности управлять кризисом, они должны быть обязательно, потому что, если мы этого делать не умеем, то в какой-то момент времени может возникнуть ситуация патовая, да, когда вы растеряетесь. А будьте уверены, на вас люди смотрят, как вы реагируете. Вот. И если люди увидят какую-то неадекватную реакцию или испуг, или страх, еще чего-то, будьте уверены, побегут. Вот. Причем, ну, что я имею в виду? Ну, например, что-то пошло не так. В проекте часто что-то идет не так. Вот. И вы должны для себя примерно, там вот, когда вот есть проектную документацию, готовите, там всегда есть такая таблица управления рисками, там, да. Вот вы в эту таблицу не должны стесняться вот эти риски все прописать для себя. То есть, пускай там публичная часть вот этого документа будет какая-то вот в проектной документации, а для себя какую-то непубличную часть вы сделаете для себя, как вы реагируете к каждому. И про... Потренируйтесь это делать. Ну, не при всех там, да, понятное дело. Потренируйтесь, как это делается. И вы, когда это сделаете, у вас, кстати, возникнет такая штука, к вам в голову это сядет, нормально, и вы уже будете, может быть, пресекать какие-то риски, но заранее, то есть, когда он не случится, вы будете видеть какие-то события, которые предваряют начало этого риска, какого-то, кризиса какого-то, да, и вы уже заранее будете купировать вот эти все ситуации. То есть, эта штука, это прямо важная вещь, прямо супер важная вещь. И какая еще у лидера такая должна быть функция, такая ключевая, его компетенция, ну, вернее, одна из этих ключевых компетенций, которая важна, это когда вы умеете внедрять изменения, принимать и внедрять изменения. Что это я имею в виду? Когда мы говорим о каком-то проекте всегда, ну, мы говорим, вот чертеж, вот там шаги, вот там мы хотим получить вот то. Мало людей, которых я встречал, которые имеют, которые имеют, как бы, компетенцию сделать от чертежа, пройти до готового изделия. Понимаете, понимаете, о чем я? то есть, то есть, получается, что вот очень я где-то встречаю из десяти проектов на восьми проектах, я встречаю такую ситуацию, что у людей, вот многие люди делают процесс, они на процесс, то есть, у них вот, вот они, они примерно знают, что должно получиться, вот, но для них важен вот процесс, то есть, они там как-то вот, если, и там даже видно, что человек сомневается в чем-то, в том, что он делает, он начинает очень как бы, как бы, все превращать в процесс, что я имею в виду, например, говорит, а вы нарисуйте мне вот тут схему, ну, хорошо, схему нарисовали, а мне вот в этой схеме вот конкретно тут, а вот детализируйте мне вот этот шаг, а вот этот шаг детализируйте. Ну, конечно, можно детализировать до бесконечности что-то, да, но для того, чтобы достичь какого-то проектного результата, не всегда нужно, даже практически всегда не нужно, какая-то глубокая детализация, она должна быть в проектной документации, безусловно, и люди, которые непосредственно делают конкретные вещи, у них прямо все в подробностях, вот, но для лидера, для него важно понимать, он, у него стратегия там, да, он понимает, что вот есть определенная задача, вот для нее, для ее выполнения требуется раз, два, три, четыре шаги, шаги сделать, вот, и вот нужно, нужно, и он на определенном этапе, он ожидает видеть какие-то промежуточные результаты, и он должен к этому команду и вести, то есть, и более того, чтобы это делать постоянно, у лидера должна быть прямо, вот прямо, у него прямо готовность постоянно чего-то менять и улучшать, должно быть там, да, то есть, это прямо такой навык, который, ну, это такой нарабатываемый навык, но он должен быть, он должен быть, и вот теперь я, вот мы сейчас эту часть проговорили про ключевые компетенции, я вот сейчас хочу, чтобы вы это прямо заскринили, сейчас я вам включу вот эту вот стучку, вот, вот прямо заскриньте вот это вот, прямо заскриньте вот это вот, вот это вот, вот это вот что, какие ключевые компетенции, давайте, раз, два, три, четыре, скрини, напоминаю, как, если в этом вы control print screen, в винде, там, да, а эти, которые маки, это shift command 4, да, и вот вы делаете вот этот скрин, так, ладно, давайте мы двигаемся дальше, так, теперь мы, теперь мы смотрим, что у нас происходит дальше, да, ну, хорошо, навыки эти у нас есть, теперь нам нужно же эти навыки как-то на практике применять, да, вот, и тут встает во главу, как бы всплывает следующая составная часть компетенций человека, лидера, это его управление командой в процессе автоматизации, да, самое главное, что для того, чтобы эффективно чем-то управлять, нужно понимать, ради чего мы это делаем, понимать цель и пользу, то, о чем я говорил раньше, и поэтому человек, который понимает вот необходимость и пользу вот этих изменений, вот, он должен и он умеет нормально объяснить это людям, которые работают в его команде, и самое главное, вот тут искусство чуть-чуть манипуляции должно работать, и знание своего коллектива, то есть нужно вот эти цели и пользу автоматизации, ее как-то связать с ценностями вот ваших сотрудников, то есть это надо уметь, то есть сотрудников у вас может быть много, и у каждого набор ценностей свой, вот, поэтому вот эти ценности, их как бы, но их вам надо понимать, эти ценности, и более того, там про ценности мы еще поговорим когда-нибудь дальше, в следующих вебинарах про ценности в компаниях, но вот для этого, вот чтобы было проще работать с ценностями, у нас есть такая штука, когда компания сама определяет свои ценности, да, то есть свои приоритеты, свои ценности внутри компании должны быть, если у вас этого нету, срочно делайте там, да, а зачем это делается, да потому что, когда вы эти ценности имеете, они у вас там, условно говоря, в каком-то красном углу находятся офисы, и там в каждом кабинете, или там в каких-то местах, на рабочих местах, у вас типа такие таблички с этими ценностями висят, то людям это так или иначе садится в сознание, вот, и более того, когда ценности у вас там какие-то, ну, вот они внятно прописаны, у вас автоматически отфильтруются еще люди, люди, которые их не поддерживают, они уйдут из вашей компании, придут все люди, которые поддерживают, и поэтому ваши, может установить связь с ценностями сотрудника, вот, и пользу автоматизацию, тогда привязать к ценностям, будет легче, потому что у вас уже получается, вы будете понимать, что примерный костяк ценностей, вот вы его знаете, вот он у вас написан, на стене висит, вот этот костяк у вас уже есть, да, вот вы его, вот, и вы с ним должны будете связывать с этими ценностями, вот, ну, то, что мы говорим, когда, для того, чтобы обеспечить прозрачную и регулярную коммуникацию, ну, что мы делаем, мы, во-первых, делаем, организовываем какой-то там, не знаю, мессенджер, группу, группу, да, в каком-то мессенджере, в любом, который доступен, ну, вот, можете организовать какую-то свою внутреннюю, там, корпоративную, там, систему оповещения, там, да, электронная почта, или, там, портал корпоративный, вот, что-то, что-то вот должно быть, это работать, график встречи у вас должен быть четкий, регулярные встречи, и какое-то время у вас должно быть в вашем графике выделено на форс-мажорные встречи, то есть, это все равно в графике должно быть, потому что, если этого в графике не будет, вы просто этого делать не будете, поэтому это прямо должно быть в графике, должно быть прописано, вот, и вы тогда на это смотрите, и руководствуетесь этим. Так, коллеги, я, наверное... Кстати, если я быстро говорю, просто тема большая, и я хочу уложиться, чтобы мы успели за время вебинара это все дело проговорить. Так, что у нас дальше идет? У нас лидер, как он управляет сопротивлением, лидер должен при управлении командой, это одна из фишек, это управление сопротивлением, потому что любая команда, она вызывает вот этот набор, вот этот набор событий внутри, в головах всех сотрудников. То есть, ваша задача, если у вас там коммуникации все простроены, и вы вовлекаете сотрудников, то вот эти стадии внутри проекта, когда у вас происходят, они проходят у вас тоже, у сотрудников тоже они будут работать примерно как у вас должны. То есть, что вот эти отрицания гнев, торг, депрессия, они должны уходить, как бы, ну, проходить, вы должны проскакивать быстро, то есть, по времени они должны быть минимальные. И ключевая вот эта фаза, да, чтобы у вас было принятие, то есть, наша цель с вами, вот эти, когда управление сопротивлением, вот достичь вот таких показателей. Так, теперь дальше у нас что? Для того, чтобы вот один из способов достичь вот таких вот вещей, это нужно постоянно развивать и обучать команду. То есть, вы должны какие-то делать тренинги там, да, вы должны людям обеспечивать профессиональный рост, вы должны им каких-то приглашать коучей, да, которые там, ну, коучи, которые не инфрациганские коучи, а нормальные коучи, бизнес коучи, которые людям рассказывают, как повысить эффективность работы там, да, как действовать в каких-то определенных ситуациях. То есть, вот такие штуки должны быть, да, там тимбилдинги и прочее. Дальше у вас для того, чтобы, вот это, зачем нужна еще вот эта автоматизация? Это вы у людей, уверенность в себе будете формировать. То есть, люди будут понимать, что вот они, что бы они ни делали, что бы они ни делали вот в процессе, в проекте вашем, да, вот у них в портфолио, в личное, в персональное портфолио ложится какой-то бриллиант или там, ну, по крайней мере, слиток золота. Потому что, вот, и вот этим вы, это именно, а что является бриллиантом и слитком золота у человека? Знания. Все остальное можно купить, а знания, ну, знания тоже можно купить там, да, но что-то можно купить прям быстро, телефон можно купить быстро, вот. А знания ты приобретешь, ну, есть определенный процесс получения знаний. Это всегда долго, это всегда как-то, но это бриллиант в человеке. То есть, это нечто, что пока человек живой, у него вот эти знания, это является его самой великой, большой ценностью. Поэтому вот это, и когда у человека этого много, у него есть уверенность в себе. Вот, а вам, кстати, надо сказать, я хочу сказать, что многие лидеры боятся вот этих уверенных людей в своей команде, а зря. Потому что, понятное дело, всегда есть риск, что вас подсидят, потому что всегда боятся подсиживания там, да. Но будьте уверены, что если вы наберете себе каких-то там безликих, никаких сотрудников, которые будут там вам в рот смотреть там, да, как вы там, что вы скажете, то есть делают. Вы доиграетесь, вы доиграетесь до того, что у вас все кончится. Кончатся деньги, кончатся проекты, кончатся работа, кончатся бизнес. Вот, поэтому вам нужно людей в команде в своей, которые как минимум равны вам по компетенциям, а лучше, ну, вот в конкретном узком вопросе там, да, а лучше больше, чем вы. Потому что, а зачем вам иначе этот человек нужен, если вы умнее его в его работе? Да нет, нужен человек, который умнее, гораздо умнее вас в этой работе. И не надо этого стесняться, и поэтому вот эти вещи делайте. Потом дальше в процессе автоматизации это всегда стресс, это всегда какое-то раздражение. То есть, у нас есть постоянные люди находятся в каком-то немножко во взвинченном эмоциональном состоянии, да, скажем так. И вы должны, как лидер, вы должны понимать, что да, это все живые люди, у них своя жизнь у каждого там, да. То есть, вот если там копнуть, вот вы видите человека, а как бы как в папку в компьютере провалишься, опа, а там целый список вот этого, чего в этой папке находится. И каждый человек такой же. Расткни, и у него там распахнется куча проблем, куча каких-то, ну, пускай не проблем, там, куча хобби, там, семья, дети, какие-то его увлечения, там, что-то еще. То есть, это, и вот это нормально, вот, и у человека поэтому вот все, что у него находится вот там вот внутри, оно все влияет на то, что вы видите вот сейчас здесь, снаружи. И поэтому, да, надо признавать, да, это люди, они, да, у них есть какие-то эмоциональные реакции. Надо, значит, как-то научиться с этим работать. То есть, способы работы мы с вами проговаривали на прошлом вебинаре, посмотрите. Вот, дальше. У нас есть такая штука еще, нужно обязательно, чтобы была возможность у людей к новшествам адаптироваться. Потому что какие-то, ну, как бы то ни было, вот, человек работал одним образом, вот, что-то мы ему сделали, и у него стало все по-другому. Вот, ну, не все по-другому, но много чего стало по-другому. Для него это стресс будет, да, то есть, какая-то нужна адаптация. И вот тут как раз-таки вам потребуются вот эти какие-то психологи, вот, какие-то, какие-то, вот, какие-то вот как раз бизнес-коучи нормальные, да, которые рассказывают людям, как действовать в каких-то ситуациях. То есть, это вот помогает людям справляться. Они понимают, что они не сами внутри себя варятся, что вы понимаете, они видят, что вы понимаете, что у них есть сложности, и они откликаются люди, они двигаются вот в том направлении, чтобы было лучше и лучше. Теперь дальше. У нас есть такая штука, я в прошлый раз говорил тоже, так называемое пилотирование, да, что такое пилотирование? Это когда мы проект разделяем на какие-то, ну, большие какие-то блоки, и мы говорим, вот, для этого блока есть пилотный проект, ну, пилот, да, мы запускаем пилот, то есть, с каким-то наиболее лояльным или наиболее подготовленным каким-то участком, или сотрудником, или контрагентом, мы говорим, что вот давай мы вот это множество обкатаем тут. И мы прямо в боевом режиме, то есть, все еще работают по старенькому, а вот мы тут уже новенькое, вот, пилотный проект мы делаем. И, во-первых, мы на этот пилот можем вот так человека подключить там по одному там из команды, там, да, вот, чтобы они поработали и поняли, как это работает. Вот, а, во-вторых, мы должны иметь возможность, когда мы делаем пилоты, мы отлаживаем процесс, мы отладить, мы же не можем сразу положить, например, если что-то пошло, если что-то не так сделали, если мы всех сразу посадим в эту работу, в новую, а там, например, что-то совсем не так работает, неправильно работает, мы же положим бизнес весь свой, да, мы же потеряем выручку, да, все что угодно произойдет. Ну, вот, поэтому именно правильно через пилоты, да, опытно-промышленная эксплуатация, так называемая, вот, мы это все делаем через вот эти моменты проделываем. Вот, ну, и, понятное дело, что вот эти, все вот эти изменения, которые происходят, мы их постепенно запускаем, да, вот, учитывая то, что я сказал. Дальше у нас, что лидер делает? Он поддерживает, он постоянно должен фокусироваться на том, чтобы работа шла. Именно командная. И внутри команды, чтобы развивалось доверие. Здесь вот это доверие, ну, я уже говорил, да, доверие важно, вот, способы, как это доверие, как это доверие развивать, да, ну, во-первых, постоянно поддерживать, вот, подчеркивать важность этого командного взаимодействия, да, вот. Более того, надо поощрять, когда сотрудники друг другу помогают, да, ну, то есть, называется, как-то, как-то, наставничество, да, вот, называется, да, вот, раньше это называлось тогда, но и сейчас называется так же. Вот, это все помогает быстро адаптироваться к изменениям, да, ну, и потом вот это поощрение, признание, награждение, там, да, людей. Когда мы говорим, что мы не только там материально, да, мы сначала, я говорю, публично человека поздравляем с успехом, там, да, публично говорим, насколько он хорош, вот, а материальную помощь и материальную поддержку мы ему подгоняем уже потом, в догонку. То есть, самое главное для человека, главное публичное признание, это мы, собственно говоря, социальные животные, социальные создания, поэтому для нас очень важно, чтобы в социуме нас уважали, а в социуме как уважали? Тогда какой-то руководитель этого социума, он говорит, что вот этот вот член нашей команды, он крутой, и это поднимает человека внутри себя, внутри других людей, там, да, это важно для многих, и для меня, например, это важно, да, и для вас тоже это важно, раз вы сюда пришли. Вот, дальше у нас то, что я и говорил, что лидер, он должен обеспечивать всей команде вот адаптивность к изменениям и гибкость вот к каким-то ситуациям, потому что не всегда может что-то пойти на проекте гладко, вот, и что-то вдруг, если выявляется в процессе, что, например, ну, мы планировали, например, там, два действия там в системе, там, да, а можно это сделать нормально? Тоже с достаточным уровнем комфорта сделать три действия, ну, значит, надо команде объяснить, что, ну, товарищи, ну, делаем вот так вот, ну, так будет удобно и тоже хорошо, да, то есть, это не, то есть, надо найти способы вот это, вот это адаптировать сразу, и команда, чтобы адаптировалась вот к этим нововведениям, там, да, которые там возникли, гибко, чтобы были люди. Вот, и понятное дело, что нельзя забывать о том, что, как я говорил чуть-чуть раньше, что у каждого есть свои особенности у сотрудника, да, поэтому, конечно же, конечно же, учитывайте эти вещи. То есть, вы, вы свою команду знаете, вы каждого сотрудника должны, должны обязаны, руководитель обязан знать лично каждого сотрудника и лично обязан, обязан знать какие-то его, такие, как это называется, внутренние тараканы там, да, то есть, он чуть-чуть должен знать. А как вы это знаете? Личное общение. Вот, только так. Вот, и теперь я хочу опять вам включить, чтобы вы вот эту штуку заскринили, которую я сейчас, то, о чем я сейчас говорил, то есть, я вот свел это в некий, в некий такой общий слайд, вот он, да, то есть, напоминаю опять, Ctrl Print Screen или Shift Command 4 для маков. Вот, сделали. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и полетели дальше. Полетели дальше у нас времени, потому что еще много чего сказать, а время у нас уже, уже время уже тикает. Так, ладно, дальше у нас, у нас очень важная вещь, очень важная вещь, которую нельзя забывать, что я об этом говорил в составе предыдущих, в составе предыдущих, ну, того, что я раньше сказал, вот, очень важная роль лидера в коммуникации и в управлении изменениями, да, то есть, что это, как это вообще выглядит, да, как это должно работать, как это должно рулиться, управляться. То есть, лидер, он создает открытую и доверительную среду. То есть, что это такое? Ну, то есть, то, что я говорил вам, да, честность и открытость, да, то есть, вы должны, люди должны, вот в проекте, когда вы делаете команду, должны четко знать, что происходит. Потому что, если кто-то будет, я еще раз скажу, что, если кто-то будет думать, что что-то идет хорошо, а оно на самом деле плохо, он-то будет делать свою работу, исходя из того, что вот тут хорошо, и в итоге у вас что-то не состыкуется, у вас проект не состоится, понимаете? Поэтому надо, чтобы, если что-то идет плохо, все должны знать, что идет плохо и должны знать, вот где конкретно идет плохо. И когда у вас вот это вот что-то не получается и команда об этом знает, будьте уверены, что к вам поступят идеи, как это сделать лучше или как этого избежать. В этом случае у вас должно быть как раз-таки сработать, что, вот как вот создавая доверительную среду, да, вы не должны реагировать на вот эти предложения, типа, ну, я тут главный, я что-то сочинил, а вы тут мне что-то свои идеи, вы кто такие, чтобы мне что-то советовать? Вот так не должно быть такого отношения. Вы должны прямо, если люди вам дают идею, идеи все принимаются, то есть, вы принимаете все, дальше вы оцениваете, какая идея работает, какая не работает. И если какая-то идея не работает, ну, как бы не работает и все, да. А если какая-то идея сработала и принесла результат, значит, вы должны об этом сразу что? Сказать на общем собрании. И человеку сказать, вот смотрите, он идею принес, и идея-то взлетела, вот, то есть, вот надо вот так вот, это должно работать вот так. Вот, потом дальше у нас обязательно то, что я тоже говорил, мы должны обеспечивать, вот, при управлении коммуникацией, у нас должно быть, это невозможно, если не будет ясности наших целей, и вот, если мы не будем понимать смысл изменений, к которым мы движемся, да, то есть, если мы вот это понимаем, то мы это можем, мы это можем обосновать, да, то, что я говорил. И, соответственно, когда мы это можем обосновать, мы можем у людей формировать уже видение будущего, понимаете, то есть, мы, мы людям уже вот свое вот это вдохновение, потому что у нас должно быть вдохновение от того, что мы делаем. Вот, если, кстати, вдохновения нету, то вам нужно прямо какую-то делать внутреннюю перезагрузку, чтобы, либо вам, либо если у вас там вообще проект вообще не вдохновляет, то, наверное, вам стоит проект отменить, то есть, если вы понимаете, что от него пользы никакой нету, то есть, учитывая вот то, что я вам раньше сказал, наверное, есть смысл от проекта отказаться, либо сделать какую-то вам внутреннюю перезагрузку. Это важно, потому что если вы не будете вдохновлены, да, не будете привержены этому, то вы не сможете никого заставить что-то сделать. Вот это, поверьте мне, это работает. Вот, и не работает, если у вас это не работает. То есть, вот именно ваше такое кристальное видение цели и задачи, вы можете это кристально людям доносить, рассказывать, и тогда люди у вас будут прямо делать то, что вам нужно. Они будут видеть ваш огонь, они будут этим огнем гореть тоже, потому что это вот как вот в газовых светильниках, да, вот огонь горит, и светится гайка, вот эта шайба, которую вам нагревает этот огонь. Огонь прекращает гореть, и шайба прекращает гореть. А что, важная огонь здесь, а шайба, она просто светится. Вот, и люди, собственно говоря, тоже, они светятся вашим огнем, и подогреваются энергии, и вот свет от них идет благодаря вашему огню внутреннему, который вы им даете. Вот, и дальше, что еще у нас, какая важная штука для того, чтобы вот это все происходило, движение, да, вот у нас обязательно должно быть построена система информирования, да, то есть мы должны людям давать нужную информацию, прямо нужную информацию, то есть дорогая ложка к обеду. То есть вот если сейчас, если сейчас для работы нужна вот эта информация, она должна у людей быть, вот, и более того, если эта информация, там, ну, вот эти проекты, там, автоматизации чего-то, да, это где-то должен быть, у вас эта информация должна быть в виде какого-то документа или какого-то ресурса, и это должно быть доступно, да, И оно доступно должно быть для вашей команды. Для тех, кто занимается этим процессом, проектом, у вас этот доступ к информации должен быть. И более того, если у кого-то доступа к информации нет, вы должны очень четко слышать людей, что они вам говорят, у меня нету, я не могу это посмотреть. Или я не понимаю, или у меня открывается что-то не так в компьютере. Значит, вы должны вот это все дело четко сечь. Вот эта ситуация должна быть под контролем у вас. И дальше, собственно говоря, вот это информирование и доступ к информациям, это все, понятное дело, через общие собрания должно происходить. То есть, вы это все на общих собраниях, это все должны прямо с людьми рулить. Теперь дальше у вас всегда в процессе проекта, в процессе проекта автоматизации, у вас будут ситуации, когда люди... Ну, проект идет тяжело, зачастую идет тяжело. Зачастую там как-то нелегко, там у людей что-то параллельная работа, еще основная работа, никто же ее не снимал, они еще проектом занимаются. Поэтому люди как-то, они постепенно съезжают вот в этот вот как бы в негатив. Они постепенно в негатив съезжают вот. И если вот дать им скатиться в этот негатив, вот, поверьте мне, будет вам потом невозможно кого-то... Кого-то невозможно, а кого-то будет просто тяжело вытащить из этого плохого состояния там морального там, да. То есть, у человека будет... Человек будет настолько загружен ситуацией, что вы разгрузить его морально сможете... Я не знаю, как даже вы сможете разгрузить это, но это как-то прямо тяжелая вам будет работа. Поэтому, чтобы в эту тяжелую работу вам не погрузиться, это как вот вы кустики стрижете. Если у вас там дача есть, там, да, кустики постригаете регулярно. Там побеги появились, чик-чик-чик-чик-чик, обрезали, все хорошо. Вот, то же самое здесь у вас, когда собрание общее проходит. Вы примерно видите, вы, когда выступаете перед людьми, вы видите, вы их глаза видите, вы видите их реакции. И вы должны прям прорабатывать вот эти... Не давать людям скатиться. То есть, и не давать людям скатиться, вы должны... Если вы понимаете, что во время собрания вы не в состоянии с человеком вот как-то убрать эту ситуацию, отдельно встретитесь. Или там в команде скажите, ну, смотрите, вот там типа у Пети, у него там что-то какой-то он скучный. Что там давайте мы у него выясним потом. Давайте после этого подойдите к нему, там, поговорите. Поверьте, один-два человека подойдет. Если у вас там даже команда 10 человек, один-два человека к этому Пете подойдут. Из 10 человек. Это проверено электроникой, как говорится. Вот, теперь дальше. У нас еще какая важная штука, которая... Ну, вот проект идет, автоматизация проходит. И у нас должна в команде формироваться культура постоянного развития... Ой, постоянного... Вернее так, в нашу культуру... Вернее так, частью нашей культуры должны стать изменения. Понимаете, какая штука? Частью нашей культуры внутренней должны стать изменения. Это прямо мысль, я ее прямо проговариваю. Видите, у меня сначала сбилось, я не мог нормально вас сформулировать. Потому что... Что такое изменение? Изменение – это движение. Движение – это жизнь. То есть, получается, если мы двигаться прекращаем, и жизнь останавливается. Это равно как к живому человеку, так и к бизнесу, и к проектам. Да ко всему это относится. Только движение остановилось. Все, до свидания. Считай, как движение остановилось вперед, началось постепенно скатывание назад. Или падение вниз. Это строго. Поэтому у вас это изменение должно стать естественным процессом вашего внутри компании. Внутри вашей группы. И если это будет происходить постоянно, то изменения, которые вы, например, запланировали или запланируете когда-нибудь дальше... То, что мы говорили раньше, да, вот это стратегическое планирование там для себя сделаете. Они не будут вызывать стресс. Это все будет работать, все будет работать как надо. И вы должны вот эти изменения прямо в процессах и в системе свои закрепить. То есть, это прямо должно быть какая-то, может быть, KPI какие-то сделать. То есть, вот эти штуки вы прямо должны у себя в группе, в компании, вы должны прямо зафиксировать как лидер. И теперь опять хочу, чтобы вы... Вот то, что мы сейчас проговорили, да, чтобы оно не пропало, как говорится, в словах там, да. Вот. Заскриньте, пожалуйста, вот это. Вот. Уже не напоминаю, как это скринить. Вы все уже запомнили. Два раза я вам показал же. Вот. Теперь делайте скрины. Вот. Скрины готовы. Вот. Раз, два, три. Готовы скрины. Вот. И мы переходим дальше. Дальше у нас какая штука? У нас есть такая... У нас в любой компании, ну, которая, так, например, уже не маленькая компания, которая средней руки и выше, уже есть разные уровни управления. Там, да. То есть, есть менеджмент высшего звена, есть средний менеджмент. Там, да. И вот тут очень важно наладить взаимодействие. Там, да. Вот. И у нас, когда идет какой-то большой проект, да, даже небольшой, вот, в любом случае, это кем-то санкционировано высшим руководством, да. И поэтому у вас, вот, у высших руководителей, которые имеются в компании, там, да, у них не должно быть какого-то такого детального, там, погружения, там, да. Ну, они не обязаны, вернее так, с точки зрения бизнеса, они, конечно, обязаны в деталях знать все, что у них происходит там, да. Обязаны в деталях знать. Ну, в основном, вот эти американские теории вот этого управления, они все учат, типа, не надо знать глобально, вы должны назначить человека, который это будет знать лучше, чем вы. Хорошо. Оно, как бы, не противоречит тому, что я, моему видению и то, что я вам рассказываю. Вот, но в любом случае, у лидера на высоком уровне должно быть стратегическое видение, там, да, четкие цели, то есть, то, что мы говорили, это никто не отменял. Вот, дальше они должны поддерживать вот эту культуру, которая предполагает постоянные инновации и изменения. То есть, это прямо должно быть у них в ткани любого действия, которое они делают, там, да, это должно быть там. Дальше самое важное, что в любых проектах, это ресурсы, да, и согласовать стратегии, потому что очень частая ситуация, я сталкиваюсь примерно, там, 50 на 50 у меня происходит, то, что я вижу, что проект какой-то компании, один отдел делает проект, там, да, а другой отдел, ему тоже, в принципе, неплохо бы этот же функционал, а они не знают, что это делается, и там начинают параллельные какие-то проекты возникать. То есть, вот это согласование стратегии, оно должно быть происходить на уровне высшем, да, вот. Ну, и понятное дело, что коммуникации и доверие никто не отменял, да, то есть, они должны, собственно говоря, тоже, если вы там высший руководитель, вы тоже не должны относиться, как царь себя вести, там, да, типа, ну, холопы, вот вы что тут холопы, тут позволяете себе, бей челом. Ну, вот, такого не должно быть, должно быть нормальное отношение, то есть, если вы делаете бизнес, все пришли к вам делать бизнес в компании, то есть, кто-то поменьше, кто-то побольше, и поэтому вы все-таки все партнеры, да, просто у вас разная роль, но при этом. Теперь дальше. У нас среднее звено, переходим к среднему звену. Среднее звено, как правило, это вот самые такие места вот эти, где искажается глобальная стратегия, это на среднем звене происходит, потому что здесь уже, во-первых, этих людей больше, да, вот этих на среднем звене. И тут получается уже больше людей, больше мнений, и вот тут возникает какие-то, вот тут начинается преломляться какая-то глобальная стратегия на какие-то местечковые интересы, и поэтому очень важно, чтобы какая-то именно связь, вот была обратная связь, чтобы у вас была с высшим менеджментом, да, на среднем звене. Вот, дальше у вас обязательно должна быть у менеджеров среднего звена, это их обязанность работать с сопротивлением внутренним, то есть, как бы согласованно, согласовывая это сопротивление, вернее, работу с глобальным видением там, да, высшего руководства. Вот, коммуникация и обучение сотрудников, это тоже как бы работа, которая должна выполняться на среднем звене, то есть, это понятное дело, что высший руководитель, он не может заниматься обучением там локальных сотрудников, поэтому это все тоже среднее звено, вот, ну и адаптация вот этих вот того, что, того, что автоматизировано, того, что наделано, это тоже на среднем звене лежит, то есть, тут, в принципе, на них очень много нагрузки такой, вот именно что-то там связанное с делать ручками, это нормально, это правильно, вот так и должно быть. Вот, и как же нам вот это вот среднее звено и высшее звено, они должны синхронизироваться, да, каким-то образом, чтобы достичь общей цели. Ну, понятное дело, что у них должно быть единое видение там, да, и координация, как они должны видеть, но они потому что регулярно встречаются там, да, обсуждают эти цели, это по-любому, да. Теперь дальше должна быть, должно быть обязательно взаимная поддержка вот у высшего звена и среднего звена и обмен информацией, то есть, они должны друг другу помогать в принятии корректных решений, то есть, движение должно быть в одну сторону, все должны двигаться в правильном направлении. Вот, и понятное дело, что так как есть обратная связь, то возникает, то возникает как раз-таки корректировка, корректировки, да, и корректировки вот этой обратной связи, они возникают. Поэтому здесь, здесь вот эта штука должна быть. Ну, и культура изменений, да, культура изменений, то, что я говорил, у нас прямо изменения должны стать частью культуры нашей внутренней, это прямо не умерши, как говорится. Так, что у нас теперь, что еще хочу, как бы, идя к завершению нашей встречи, хочу сказать вот по поводу, ну, какие-то кейсы вам привести, да, успешных лидеров. Ну, я думал, там много есть, да, таких, но я выбрал такого яркого, наиболее яркого там человека, который в мире, он известен в мире, к нему относятся все по-разному, то есть, я не хочу никакого хайпа, ничего. У нас есть такой товарищ, который, вот Илон Маск, его, я еще раз говорю, такая спорная личность, его многие ненавидят, лично я его очень уважаю, очень умный человек, да. У него, вот, это именно эталон, вот того, вот то, что я вам говорил там, да, по сути, вот каждый пункт того, что я вам сегодня сказал, ложится прямо на его примере, то есть, у него все на личном примере, да, он все делает лично, он в деталях знает каждый шаг в своих бизнесах, да, то есть, он, 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 и у него, его идей полно, то есть, его идеи, он эти идеи доносит до своих сотрудников предельно четко, у него такие команды такие крутые, то есть, он, он, он реально крутой чубак, вот, вот, вот пример для подражания для всех нас, вот, кто занимается такими инновационными вещами, Илон Маск, это наш пример, как бы мы к нему не относились там в жизни, хотя и в жизни, я не вижу оснований относиться к нему плохо в жизни, да, вот. Вот, ну, вот эти неуспешные кейсы, да, вот их на самом деле очень много, вот их на самом деле хоть пруди, самое главное, что какая причина основная, например, того, что не сходится, почему не срастаются, какие-то проекты не взлетают. Ну, во-первых, что нету ресурсной поддержки, да, то есть, когда вот высшее руководство не поддерживает сам проект, ну, это все, это, считай, проект не состоялся уже точно совершенно, да, вот, среднее звено, например, высшие менеджеры решили, там, высшее руководство решило что-то делать там, да, а средний менеджмент, они как бы не замотивировали там, да, то есть, не прошла работа со стороны высшего менеджмента, не прошла работа с возражениями, не прошла работа с внутренним сопротивлением, Все, тоже не состоится ничего. Потом ожидания. Ожидания у всех разные. То есть, например, если я говорю, что я что-то автоматизирую, один человек ожидает, что будет один уровень автоматизации, а другой ожидает другое. И когда получается что-то третье, у всех фрустрация какая-то, разочарование может возникнуть. Ну и когда нет обратной связи. Обратная связь при выполнении проекта – это, конечно, самая-самая-самая большая наша проблема. Ну, в принципе, сколько времени? О, у нас ровно час прошел нашего вебинара. И я доклад закончил. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если вопросы есть, я прошу их задавать в чат. Кстати, если кто-то пришел из прошлого вебинара и есть вопросы по прошлому вебинару, то тогда давайте мы посмотрим вопросы прошлого, которые к прошлому относятся. Тоже с удовольствием отвечу. Поэтому давайте мы посмотрим. Данил, у нас там по времени нормально. Ну, если мы там чуть-чуть захватим ничего, не случится плохого. Нет, все хорошо. Так, коллеги, нам таможня дает добро. Давайте мы посмотрим. Давайте мы посмотрим. Вопросы какие-то есть у вас, коллеги? Было ли все ли понятно? Что-то может более? А, вижу. Андрей Поляков спрашивает, как выстраивать коммуникацию с удаленными сотрудниками. Коммуникацию с удаленными сотрудниками. Ну, это, на мой взгляд... Вот удаленная работа, которая возникла у нас благодаря ковиду. Потому что до ковида, когда кто-то говорил, что удаленно работает, это считалось, что прямо какое-то, не знаю, какое-то экстраординарное событие. После ковида и во время ковида вот эта удаленка, она стала распространенной. И сейчас это уже никого не пугает. И многие компании, кстати, от офисов уже отказываются частично, чтобы переводить сотрудников на удаленный формат работы. Как настроить взаимодействие? Ну, все то же самое. У вас там есть, должен быть график. График собраний, график совещаний, когда у вас идет отчеты о работе проделанной, люди делают. Потом дальше у вас должна быть система коммуникации, текущей коммуникации, когда человек выполняет свою работу. И тут, по сути, мало чем отличается от личного, когда человек сидит у вас в офисе. То есть, вы также ему ставите задачу, вы также контролируете выполнение этой задачи, и также происходит движение в правильном направлении. Поэтому здесь я каких-то прям особых... Ну, средств коммуникации какие? Может быть, там разница в средствах коммуникации. Например, вот как мы сейчас с вами через Zoom. Мы же все по удаленке. Zoom прекрасная штука работающая. Яндекс.Телемост. Какие там еще есть? Тот же самый Skype. Никто не отменял. Skype, кстати, прекрасно работает. Хотя про него уже редко кто говорит. То есть, это все вот эти, то, что я вам называю, вот эти платформы, это все, что дает возможность работать, собирать некие как бы групповые чаты. И какую-то групповую работу подразумевает. То есть, там можно и видеоконференции групповые создать, демонстрации экрана включать, то есть, с людьми там вот это работать. То есть, здесь с точки зрения коммуникации просто сложнее, например, когда физический контакт был в офисе, например, вы могли человека вызвать на ковер, условно говоря, и как-то на него прямо, смотря строгим взглядом, ему прямо что-то там попенять на что-то. Вот. Этого сейчас, к сожалению, а может, к счастью, вот эта удаленка, она снимает эту опцию. Но это для вас просто как вариант подбора в себе, в команду людей, которые в состоянии самостоятельно работать на удаленке. Так, а, как выстроить... А, вот Андрей подсказывает, конкретизирует. Как выстроить доверительные отношения, такие же, как при очных встречах? Ну, как выстраивать? Ну, я вижу, что... Вот вы мне так в тупик меня ставят вопрос. Объясню, почему. Не то, что я не могу на него ответить. Хочется на него ответить просто там, да. Оно, по сути, доверительные отношения у вас, если есть... Если вы человека взяли к себе в команду. Вот. Вы с этим человеком общаетесь. То есть, у вас не должно быть там общение... Еще раз говорю, общение по... У вас не только по работе должно быть общение. У вас там при любой встрече так называемый small talk должен быть там, да. То есть, разговор на улыбку. Улыбающаяся... Ну, короче, разговор с улыбкой. То есть, вначале вы должны там какая-то разогревающая вот эта тема там, да, когда перед любой рабочей встречей... У вас должен быть просто как бы там пять минут выделяйте, ничего страшного не будет. Пять-десять минут выделяйте, трепни о чем. То есть, вы просто с каждым потрепались там о чем-то там вот за жизнь там что-то. Кто-то на охоту сходил, на рыбалку. Кто-то что-то купил какую-то. Кто-то коллекционирует, может, что-то расскажет про коллекцию. Кто-то собака родила, там, еще что-то там. Кто-то, наоборот, собаку купил себе, кошку завел. То есть, тут это такая штука. Вот доверительные отношения вот так и выстраиваются. То есть, в процессе работы. То есть, вот я уже работаю на удаленке очень много лет. И у меня отношения как бы выстраиваются с командой. Ну, вот я... Вот как я вам рассказываю, вот так вот я их выстраиваю. То есть, других вариантов, к сожалению, других вариантов нет. Поэтому, еще раз говорю, очень такой про подбор персонала. Кстати, про подбор к себе команды, команды проектной. Я делал вебинар пораньше чуть-чуть. Да, вот посмотрите там тоже в записях. Там прекрасный тоже вебинар. Прекрасная, прекрасная запись. Прекрасная тема. Вот. Я там прямо очень подробно об этом рассказываю. Вот. Посмотрите. Это будет интересно. Это будет полезно. Вот я... Не то, что я там отмазываюсь. Ну, просто чтобы время не... Мы чуть-чуть идем в сверх лимита. Но ничего страшного. Есть еще какие-то вопросы? Какие-то вопросы? Еще какие-то вопросы? Андрей, спасибо за вопрос. Спасибо за вопросы. Вот. Надеюсь, что я как бы вам ответил. Что не сильно общими словами вам ответил. Да. Потому что тут, конечно, какие-то вопросы... Вот. Потому что, если вот видите... Может быть, у вас есть какие-то более... Вы можете ко мне лично в табличку обратиться. Если какие-то вопросы, которые требуют более детальной проработки. Да. Давайте мы с вами можем детально проработать эти вопросы. Вот. Так что обращайтесь. Так. Ага. Андрей услышал все. Да. Да, Андрей. Ну, вот. Надеюсь, что... Я говорю... Надеюсь, что не сильно общие фразы. Потому что тут, я говорю, скорее всего, тут какой-то... Возможно, что есть какой-то индивидуальный подход. И мы сможем какие-то приемы с вами разработать индивидуально, если вы хотите. Так. Коллеги, еще вопросы? Так. Вопросов больше нет. Ну, давайте тогда так. На этой ноте мы завершаем. Вот. Следите за доносами. У нас эта тема продолжается по проектной работе, да. Как ее строить, как правильно делать. Вот. Следите за доносами. Ну, следующий четверг у нас будет еще. Вот. То есть, давайте мы на этом... Короче. В общем, будьте на связи. Вот. Надеюсь, что вам было интересно. Вот. Я всегда здесь для вас. Поэтому обращайтесь. Обращайтесь, чем... Это, кстати, хочу сказать, что вот эта тема, вот эта психология проектов, она важная. Она важная не только для вас. Она и для нас важна. То есть, мы, по сути, сейчас мы что делаем? Мы с вами синхронизируемся, да. То есть, чтобы у всех у нас было одинаковое видение и понимание, как работать на проектах. То есть, это для нас с вами, это обоюдная польза. Поэтому мы это должны максимально использовать, применять в работе. Вот. Так что, ну, коллеги. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Следите за доносами. Приходите на наши вебинары. Смотрите записи. И ставьте лайки, что самое главное. Ставьте лайки. Ладно. Тогда на этом я прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...